Братья и сестры, здравствуйте! В прошлый раз пришло на сердце пройтись по некоторым местам Писания, особенно послание апостола Павла, где он поэтическим языком, вдохновенно пророческим и поэтическим, таким ритмизованным почти стихом, излагает высокие догматы веры. И мы в прошлый раз читали филиппийцам вторую главу, а сегодня прочтём с вами Колоссян. Колоссян в первой главе есть буквально пять стихов. Смотрите, что Павел говорит об Иисусе. «Он есть прежде всего, и всё им стоит, это Сын Божий. Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь ему во всём первенство, ибо было благоугодно Отцу, чтобы в нём обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою всё, умиротворив через Него кровью креста Его земное и небесное». Это первое Колоссянам, там 15-20. Чуть ранее Павел открывает нам об Иисусе вообще такую великую вещь. Им создано всё, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престол и господство, начало власти, всё имя для Него создано. В этом, дальше Он как раз уже поёт о Иисусе, как о том, в Ком обитает всякая полнота. И кровью креста Его примиряется с собой земное и небесное. Христос – примиритель. Это Его имя. Это имя, которое ещё патриарх Яков, умирая, дал будущему потомку Иуды. От чреслова придёт примиритель. Он примиряет между собой евреев и язычников в себе. Земное и небесное. Мёртвых и живых. Ибо мёртвые воскреснут, а живые изменятся. Ангелов и людей. То есть Он в средоточии всего. Крест вообще – это такая простейшая геометрическая фигура, которая имеет глубочайший смысл, поскольку соединяется и пересекающийся под прямым углом вертикальной и горизонтальной линии. То есть по горизонту это всё вот это социальное, человеческое такое, оно всё сходится в эту горизонтальную перекладину. По вертикали – это то, что с Богом соединяет человека. И пересекаясь вместе, крест является собой простейшую и в то же время сложнейшую и универсальнейшую фигуру. И именно на такой форме древа крестного Господь благодел быть пригвождённым, чтобы кровью креста своего примирить небесное и земное и всё привести к Отцу. Значит, здесь мы узнаём в Иисусе нечто такое совершенно новое. Уже оказывается, что весь ангельский мир, а Павел перечисляет здесь целый ряд чинов небесной иерархии, называют «престолы, господство, начало власти» – четыре. Значит, там ещё есть Херубимы, Серафимы, ангелы, архангелы. Значит, оказывается, они им и для него созданы, ибо им создано всё. Давайте ещё раз прочитаем, потому что это очень важно. Иисус был на земле такой смиренный, Он был настолько простой, что никого бы не пришло в голову считать, что Он выше ангелов, и ещё более не пришло бы в голову считать, что Он сотворил ангелов. Таково было Его смирение. Ему можно было прикоснуться, Его можно было поцеловать, Ему можно было есть хлеб. Он уставал и находил себе тень, чтобы отдохнуть. И при этом Он творец всего небесного и земного. Прочтём ещё раз. «Ибо им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол и господство, начало власти, всё им и для него создано. И Он есть прежде всего». Помните символ веры? «Прежде всех век». «И всё им стоит. И мы сегодня разговариваем с вами. Вы живёте им, и я живу им. Христос в устах, говорящих о нём. Христос в ушах, слушающих о нём. Христос в глазах тех, кто видит, говорящих о нём. Христос впереди, Христос позади. Христос справа и Христос слева». Так молился Патрик Ирландский. «Христос надо мной, Христос подо мной. Христос всюду. Спасение от Господа. Им всё создано, и всё им стоит. И мы им живём. Он есть начаток, первенец из мертвых, чтобы быть Ему во всём первенцем. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нём обитала всякая полнота. В нём премудрость, в нём разум, в нём сила, в нём свет, в нём богатство, в нём всё. В нём обитает всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с собой всё, умиротворив через Него кровью Креста Его и земное, и небесное». Это то, что библейская наука тоже называет одним из гимнов апостола Павла. Это не просто текст. Это вдохновенное откровение, которое стоит сделать пищей для ума и заучить его наизусть. Это Колоссянам, первая глава. Откровение об Иисусе, как о Творца видимого и невидимого, который с Отцом творил мир, которому покоряется всё небесное и земное, который примирил нас кровью Креста своего с Отцом своим. Учим, запоминаем, носим с собой, и это сокровище не тонет ни в одном кораблекрушении. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok